здравствуйте меня зовут федор васильев я приветствую вас седьмом уроке видео курса настройка сложного шаблона лендинг пейдж от а до я и следующий блок который мы будем настраивать это блок сотрудники или может быть как-то по-другому это можно назвать я здесь немножко переделал нежели на дым да то есть тут меньше строк убавил поставил свои фотографии так далее но принцип остался тот же как устроен данный этот блок здесь на самом деле идет специальный отдельный модуль который позволяет выводить вот такие блоки модуль этот идет в комплекте также с шаблоном и соответственно разработчики данного вот шаблона они являются тоже авторами да для данного модуля и как устроен этот модуль здесь нужно создать обычные статьи на джумла и каждый контакт будет это просто статья можете создать отдельную категорию для этого или для каждого контакта и разместить специальный код фотографию а потом с помощью модуля они вот так будут вводиться но прежде всего давайте сделаем заголовок а также как и в дыма здесь идет идут два модуля а в одной модульной позиции то есть вот этот блок сотрудники я здесь ставил сепаратор разделитель также сейчас посмотрим как это делается это один модуль а соответственно вот этот блоки сотрудников это уже как я говорил специальный модуль давайте сделаем обычный вот этот модуль идем значит в админку сайта жмем на кнопку создать то есть находясь в менеджер модулей а значит html код и для вас это уже знакомо я также назову сотрудники выставлю значит здесь третий вариант берем подзаголовок позиция значит это у нас а юзер один находим ее здесь юзер один и давайте посмотрим а как вставляется сепаратор то есть разделитель значит переходите в демо данные также заходим в типографию прокручиваем ниже и вот начинаются смотрите сепаратор разные вариации какие вы хотите мне понравилось это пунктирные со звездочкой и данный код вот у нас весь он тут представлен то есть одна строчка отвечает за какой-то здесь вид отображение как выбрать именно нужные здесь можно в принципе подсчитать вы смотрите раз два три четыре пять шесть семь это вот либо седьмая строчка либо восьмая то есть здесь тоже считаем раз два три четыре пять шесть семь давайте попробуем восьмую я не помню она не она то есть вы просто прямо отсюда берете строчку кода сепаратора здесь то есть даже редактировать ничего не нужно выбираете просто здесь визуально который вам подходит который вам нравится и в данном модуле сотрудники значит через html так вставляем окей сохраните давайте посмотрим да действительно я угадал звездочку вот у нас стал сепаратор который нам нужно с этим блоком все и давайте теперь ознакомиться вот с этим началом мы с вами давайте создадим 4 статьи значит мы закрываем на модуль переходим менеджер материалов здесь у нас ничего не будет и категория у нас одна он нет категории переводится то есть я для примера здесь так и оставляю использовать буду категорию эту давайте сделаем создать и в демо данных давайте посмотрим я сделал значит одну статью видите здесь демо данных федор васильев и просто сделал потом копии вот соответственно здесь уже я сделаю одну с вами остальные вы уже сможете сделать без меня это будет для вас домашним заданием а смотрите зайдем внутрь то есть вот этот федор васильев сразу смотрим отображается вот будет заголовок да у нас вот первый федор васильев то есть это будет контакт вы выбираете который вы хотите здесь увидеть там я не знаю либо себя либо какие-то ваши сотрудники и смотрите как дальше у нас устроено значит вы пишете весь текст у меня тут коротко написано весь текст который вам здесь нужен то есть вставляем сейчас картинку вставляете просто ниже просто обычный текст а а дальше то же самое у меня произошла ситуация если я просто с демо скопировал из статей данный код у меня никакие социальные кнопки здесь не вывелись все обрезал системой также для вас я подготовил в папке с дополнительными материалами найдете код сотрудники вот если вы его откроете здесь ситуация какая здесь нужно просто заменить на социальные сети на ваши вы смотрите вот идет первая социальная сеть видно из названия что это вконтакте то есть вы смотрите просто удаляйте вот эту строчку между между кавычек и вставляете адрес в социальной сети вконтакте на свой профиль и здесь еще важно иконочка здесь есть иконочка вконтакте эта иконочка обычная как я вам уже неоднократно показал как иконки выбирать здесь вы заменяете смотрите потом идет фейсбук то есть здесь ссылка ставите с фейсбук на ваш профиль иконка фейсбук есть потом twitter и также иконка для twitter и смотрите а если вам нужно больше социальных сетей или другие вместо этих такой тоже может быть все очень просто вот этот код это одна социальная кнопка это вторая и третья то есть вы просто копируете вот так вот видите начинается код с открытием тега а и потом он закрывается вот этой косой чертой закрывается эта конструкция кода закрывается вот а то есть вы просто смотрите копируете вот так текст вставляете его ниже и просто в нем добавляете вот сюда ссылку на ту социальную сеть которую вы хотите и ищите для нее иконку вот и все значит вы копируете отсюда весь код вставляете значит какой-то картиночку то есть лицо а сразу замечу что не обязательно вам делать ее круглую просто она у меня уже есть она может быть квадратная но за счет стилей и позже мы поговорим о настройках модуля здесь картинка будет круглая то есть ее конечно если надо заставить так квадратный но вот модно делать вот такие круглые сейчас мы просто сделаем также четыре статьи а потом уже будем говорить о настройках модуля значит я нажимаю enter и снова строки я пишу какой-то контент то есть какой-то текст для демонстрации все смотрите и дальше вот уже ниже вы вставляете наш специальный заготовленный код социальных сетей в принципе один контакт готов теперь для упрощения времени я просто сделаю сохранить копию если у вас нет вот этой кнопки сохранить копию значит один раз вот здесь нажимаете сохранить и появляется кнопка сохранить копию это просто чтобы быстренько вам показать здесь потому что здесь все уже понятно здесь создаете контакт вставлять социальные ссылки меняете там фотографии на другие контакты здесь нет смысла останавливаться я делаю четыре копии значит кликаем сохранить копию не забываем копию опубликовать категория а также остается та же у нас все продублировалась кликаем значит здесь появилась двоечка что это копия а вторая кликаем знаешь сохранить копию это 3 опубликуем сохранить копию 4 все у нас 4 контакта готовы сохранить и закрыть у нас полностью готовы 4 контакта здесь почему-то у меня не опубликовалась сейчас опубликуем все и теперь мы устанавливаем модуль и начинаем работать его настройками мы все подготовили для того чтобы вывести через специальный модуль данные контакты значит расширение менеджер ширений папки с дополнительными материалами зайдете значит расширение и модули и нам нужен вот этот модуль перетягиваем вот так либо здесь выбрать файл загрузить и установить наш модуль успешно установился давайте найдем расширение менеджер модулей и у нас он вот он самый первый заходим внутрь заголовок мы скрываем он у нас опубликован позиция также юзер один вот таким образом значит настройки данного модуля имеется вот ниже и я сейчас буду выставлять параметры так как указано в демо значит первый параметр у нас идет вот такой здесь также можно копировать название вставлять например в переводчик и переводить что он значит значит пускаемся ниже и вот этот параметр следующий это выбор источника откуда транслировать контакты из каких статей значит есть если вы не знаете специальный конструктор контента к 2 мы его не используем у нас джумал контент джуман новости то есть статьи да ну вот мы сейчас только что создали 4 контакта 4 статьи по сути здесь оставляем джуман с items спускаемся ниже здесь нам говорят выберите категорию кликаем вот в пустое место так как категория у меня одна и в ней мы создали статьи ее мы должны выбрать если у вас будет много категории они здесь все будут отображаться значит ее выбираем и также вы должны понимать что здесь можно выбрать не одну категорию а неограниченное количество если это нужно дальше а следующие поле у нас не активно ниже здесь предлагают выбрать сортировку как отображать а есть например популярные рандомно по дате и так далее то есть если здесь как-то это нужно можно выбрать по умолчанию то есть в демо данных у нас стоит первая позиция следующее поле дословно переводится показать фронт пейдж товары то есть показать товары на главной странице то есть стоит у нас нет спускаемся ниже одни такие из самых главных настроек сейчас мы будем рассматривать первое поле мне непонятно переводится показать зарегистрированные товары ну по умолчанию стоит yes я тоже оставил yes можно просто если вам что-то непонятно например выставить все сейчас как я выставлю а потом например поставить нет и посмотреть на что это будет влиять следующее поле уже вам наверно понятно четверочка стоит показать количество новостей для отображения но в смысле нашем случае количество сотрудников то есть у нас тут четыре и стоит 4 идем дальше следующая пользует количество символов для отображения здесь выставляется цифру после как чего будет текст резаться то есть вот этот текст основной вот после федора васильева вот количество символов в демо стоит 800 я также ставлю здесь дальше html теги у меня в демо пусто также оставляем пусто это поле показать заголовок статей стоит yes в демо тоже стоит и с а дальше смотрите показать автора данной статьи ну у нас это не статья нам смысла показывать нет в демо стоит не показывать мы также ставим не показывать и следующее поле она зависит от предыдущего если мы выбрали показать а значит автора статьи то ниже поле показать его реальное имя или юзерный здесь в принципе стоит юзерный смысл нет так как предыдущие поле нам мы выбрали не показывать так что оставляем как есть показать изображение до оставляем да это наше с вами это изображение лицо контакта а смотрите позиция данного изображения мы ставим топ также как и в демо а смотрите а ширина высота изображения я вам советую а перед тем как вы создавали статьи лицо контакта или вашего сотрудника подготовить небольшое вот в демо у нас стоит 125 на 125 пикселей то есть это квадратная будет картинка у вас не получится сделать круглую картинку то есть если вы круглой картинке у вас нет и вы хотите чтобы в рамках данного модуля вот картинка была круглой как у меня то есть данный модуль позволяет это сделать то идеально круглая картинка будет только из квадрата то есть из равных сторон поэтому я вам предлагаю делать например лицо контакта подготовить на фотошопе квадратную 125 на 125 пикселей это будет идеально здесь в размер укажите тот же и сделать из нее круглую будет то есть не будет никаких проблем дальше показать категорию тайтл то есть заголовок категории нет показать дату нет показать вступительный текста до показать редмор то есть это разделитель как обычно в статьях читать дальше нам он не нужен ставим нет и у нас остается последняя настройка модуль класса суффикс смотрите здесь вот посмотрите такое короткое слово вот замените то есть на клавиатуре напишите если лень то можете также в демо данных зайти в данный модуль и скопировать данную строчку вроде бы все давайте сохранимся и проверим если что-то забыли мы вернемся сейчас и исправим идем на сайт обновляем страницу и у нас с вами все замечательно просто получилось здесь соответственно не стоит вообще углубляться да то что картинки вы тут замените уже без проблем посмотрите картинка круглая но в принципе здесь она у меня изначально уже была круглая но я проверял вставлял квадратную она действительно вот так вот округляется здесь за счет настроек модуля социальные кнопочки все стоит также например знаете вк перебрасывает в новой вкладке открывается на страница моего профиля в контакте все здесь понятно да заголовок знаешь пишите вашего контакта или сотрудника потом текст вот таким образом при наведении вот так вот блоки красиво подсвечиваются и так же это все адаптивно на этом урок я заканчиваю и увидимся в следующем Fundamentale мы КОНЕЦ и